Всем привет дорогие друзья мои и подруги, с вами как всегда Алекс и я покажу вам вот эту вот броньку, значит, довольно неплохая, нашел чисто случайно, в принципе, также усовершенствовал какую-то ее часть, я так и не понял, вот она изменена, значит, усовершенствовал, потому что на видео, там где я прохожу игру, я нашел золотую иглу, значит, портного и нитки тоже какие-то портного, не знаю. В общем, понаходил портного и вот эти перчатки, значит, перчатки горнила и, естественно, вся броня горнила, значит, покажу тебе, как получить ее. Здесь эту локацию ни с чем не перепутаешь, здесь мы деремся, значит, с двумя горгулями, ты мне писал, значит, вот, нам надо будет пойти еще потом на видео вот сюда, вот, значит, лес предков, здесь можно перепрыгнуть с этого накрона, значит, в чуть-чуть другой накрон, да, но я пошел вот сюда, вот, скалы со стороны Акведука, значит, и здесь у нас босс был, две горгули, что нам надо, значит, теперь нам надо просто отдохнуть вот в этом саркофаге, не знаю, поднимется он сейчас, не поднимется, будет ли заставка, не будет, а она будет, значит, мы отдыхаем, значит, поднимаемся и летим за этой броней, в принципе, она уже совсем близко. КОНЕЦ Итак, после того, как мы, значит, приплыли на своем саркофаге, здесь есть сохранялочка, советую воспользоваться ей, да, вот этим вот костром, у меня он активен, в принципе, здесь возле дерева будет ждать вас всегда этот деревянный босс, значит, я уже не помню, как его зовут, нам надо вот сюда вот. В принципе, его можно и не бить, можно и не бить даже, но нам надо сюда вот на это дерево, с другого дерева пройти нельзя и надо бежать вот сюда вот. Ну, значит, тут как бы один путь, наверное, я не знаю, там еще сидит бабка, значит, там еще будет супер крутой босс, но об этом всем позже. Сейчас мы бежим сюда вот. Аккуратно не упадите, потому что я иногда падал. Вот, оббегаем этих, значит, комаров. Желательно оббегать, потому что они кошмарят, значит, конкретно. Вот, оббегаем их, довольно успешно. Здесь бабуля, с ней можно поговорить, не знаю, а может исчезла уже. А, не, он сидит, значит, тут сохранялочка бабуля. Сохраняемся, говорим. Она всегда говорит там, что-то невнятное, значит, о каких-то рыцарях, я уже потом понял, о чем это. И нам надо пройти вот сюда. Вот, аккуратно здесь вот эти вот машины, которые дышат огнем, поэтому я иду под левую стеночку всегда. Здесь не всегда можно пробежать, потому что можно и в текстурах застрять. Также есть лягушки, вот я застреваю в текстурах. Но все равно мы проходим и ориентируем нас вот это вот засохшее дерево. Вот, также, ну, многие, наверное, сразу туда лезут, значит, биться. Там вот босс сидит. Здесь, точнее, не один босс, там много призрачных солдатов. Здесь есть сохранялочка, естественно, если заагрелись, можно просто активировать ее. Я ее специально не активировал. И, значит, посидеть, отдохнуть. Вот, как я пошел, я пошел оттуда, значит, я видел эту сохранялочку, я ее не активировал, потому что активировано. И нам надо попасть вот к тому дереву. Значит, попасть можно, я не знаю, наверное, одним способом, ветром. Потому что, ну, я заходил только по ветру. Значит, здесь еще колокольня ходит. Она у меня уже, по-моему, села. Я уже не помню, я в видео, в принципе, здесь все проходил. Сюда я даже не забегал. А вот здесь и призрачный ландыш у нас, шесть. Как раз и вот ветер, наверное, пропустил его. Вот по этому ветру мы поднимаемся сейчас. Вот сюда вот. Вот к этому дереву. Вот здесь будет рыцарь-охранник. Я не знаю, он у меня появится еще. Не, не появится. Значит, я просто пробегал. Вот сюда вот. И вот в этом сундучке. Вот в этом сундучке. Все снаряжение, значит, горнило. Довольно неплохое. Я в гнилистой броне, этой броне Венума бегал. Но вот это мне даже больше нравится. То есть, в принципе, если сравнить. С Роданом оно, конечно, лучше. Возможно, еще Родана можно переделать. Да, вот эта маска вообще мне нравится. Но она слабенькая, конечно же. Конечно, слабенькая. Здесь есть куча посильнее. Вот маска серебряной слезы. Итак, что значит? По сравнению с этим, конечно, она отстает в некоторых этих. Но вес, вес я перекатываю. Значит, с этой, конечно, это вообще полный ноль. Значит, с этим тоже, с этим тоже. Ну и с этим, естественно, тоже. Единственное, что, то шлем рыжей гривы, значит, дает какую-то фору. Но, опять-таки, вес у этого горнила легче. Давайте посмотрим по броне. Значит, по броне здесь у нас львиный доспех Родана. Я его изменил. У меня есть золотая игла. Поэтому он выглядит вот так. И, конечно же, немножко превосходит. Да, но все равно по весу вот это легче. И не сильно. Не сильно. То есть, как бы не сильно. Она, как бы, хуже даже Родановской. На самом деле. Даже, может, не хуже, а может, лучше. Потому что вес меньше. Это я не менял. Значит, я не знаю, почему золотой иглой нельзя наручи какие-то делать. Ну, вот так вот. То есть, в принципе, на чуть-чуть. Буквально на чуть-чуть. Мне она нравится. Я в ней побился. То есть, я чувствую себя более-менее комфортно. При том, что она легче все-таки. То есть, я легко перекатываюсь. А если еще клыки-щейки у вас, да, там. Вот. Вот так вот можно делать еще, да. То довольно неплохо. Довольно неплохо. Значит, находится это вот здесь. По карте. Вот это дерево, значит. Здесь я все оббегал. Здесь у нас, естественно, по-моему, трон принца смерти. Здесь у нас босс, значит. Сидит к нему. Можно подняться по этим же деревьям. Советую заглянуть в храм. Вот. И портал потом у нас уносит отсюда. Здесь мы сражаемся с не одним боссом, а с многими боссами. Поэтому берегите бутылочки, берегите все. Нам надо отправиться сюда. И таким образом мы можем вернуться очень просто и легко домой. А точнее, не домой, а даже в замок. Столица королевства, пожалуйста. То есть, я вообще вот начал после этого, как прошел, значит, просто вот здесь. Также напоминаю, чтобы попасть, значит, сюда за этим доспехом, нам надо пройти Родана. Родана проходим. И отправляемся вот в Форт Хейл Запад, да. И здесь у нас накрон есть. Если я сейчас включу, я включу подземелье, то есть вот у нас глубины речного источника. И это накрон пошел у нас. По накрону есть видео, есть все. Значит, вот такой вот я красавец. Броня-дерево, броня-горнила. Я просто себя каким-то оленем ощущаю, даже если одеть вот эту вот масочку, которая мне, в принципе, тоже нравится, да. То выгляжу я вообще эпически просто. Ребята, всем спасибо. С вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok